Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 8. Фейды и кроссфейды Теперь рассмотрим фейды и кроссфейды в Reaper Я уже говорил, что для того, чтобы сделать фейдаут, нужно навести указатель мыши на верхний правый угол Видите, он изменился И теперь, нажав кнопку мыши, нужно просто посетить фейдаут Это фейдаут А вот здесь, захватив верхний левый угол, можно создать фейд-ин Чтобы убрать фейд, нужно просто перетащить его обратно влево или вправо До тех пор, пока он не исчезнет По умолчанию включена вот эта опция Автокроссфейд При включенном этом режиме, когда мы накладываем один айтем на другой Они накладываются с созданием кроссфейда То есть в этом айтеме создается фейдаут А в этом айтеме фейд-ин Таким образом создается плавный переход между айтемами Если автокроссфейд отключен То делая то же самое, айтемы накладываются друг на друга И мы будем слышать их оба одновременно Будет какафония Если вас это не устраивает, зайдите в Options И активируйте опцию Обрезать предыдущий айтем при редактировании После этого При наложении одного айтема на другой Предыдущий айтем будет обрезаться То есть будет обрезаться его концовка Видите, он обрезан Когда вы накладываете этот айтем, то он обрезает другой айтем Делает его короче То есть они не накладываются друг на друга Давайте это отключим И снова активируем автокроссфейд Это можно сделать на тулбаре или с помощью горячих клавиш Нажимаем Автокроссфейд снова активирован Нажимаем еще раз И он выключен Ну давайте включим И теперь при наложении одного айтема на другой Создается кроссфейд Который можно потом отрегулировать Захватив его правый край и потянув Можно увеличить его длину То же самое и с левым краем Его можно перемещать, зажав клавишу Shift Видите, курсор изменился И теперь весь кроссфейд можно перемещать Можно поставить его в другом месте, сохранив его длину Можем поставить его сюда Или сюда Или сюда Я также говорил о том, что можно изменить форму кривой Давайте вернем как было Сделаем фэйда аут И фэйд ин Теперь можно сделать правый клик вот здесь И мы увидим все возможные формы кривых Можем выбрать линейную Теперь у фэйда аут линейная форма Можно выбрать любую из имеющихся кривых Включая S-образную кривую вот здесь Затем ее можно отрегулировать Либо вот так перетащив Или вот так То же самое с входным фэйдом Правый клик Меняем на линейную Теперь у нас линейный фэйд ин Можем его отрегулировать Но можно выбрать любую другую форму кривой И затем подстроить ее вот так И чтобы убрать фэйды, просто перетащить их к самому краю Все то же самое можно делать и с кроссфэйдами Если мы наложим айтем, появится кроссфэйд Видите, курсор изменился Делаем правый клик И теперь мы можем выбрать любую форму кривых Линейная форма Вот такая Или такая А если мы опустимся в самый низ, то можно открыть редактор кроссфэйда Появится вот такое окно И здесь мы можем изменить множество параметров Например, форма кривой Давайте вернем вот такую Можем изменить кривизну Как левой части, так и правой Можем отрегулировать центр кроссфэйда Давайте выберем другую кривую Вот так регулируется центр Это то же самое, что нажатие клавиши shift вот здесь Можем изменить начало Или конец Длину Сделать его больше или меньше Содержимое То есть мы можем перемещать содержимое айтема И даже громкость В этом окне много настроек Но большинство вещей можно сделать прямо здесь Просто перемещая кроссфэйд Или меняя форму кривой Кроссфэйд можно также создать с помощью выделения области Удалим это И расположим айтемы рядом друг с другом Сделаем выделение Выделим все двойным кликом по треку И нажмем клавишу X В пределах выделенной области появился кроссфэйд После чего мы опять-таки можем его отрегулировать Теперь давайте посмотрим, что происходит при панче Допустим, нам нравится, как сыграно эта партия Но нужно перезаписать кусок с третьего по четвертой такты Мы выделяем нужную область Убеждаемся, что мы в режиме автопанч в пределах выделения И теперь пишем панч в пределах выделенной области Проигрываем отсюда и затем записываем врезку Теперь сделаем зум и посмотрим, как выглядит панч Вы видите, что в точках врезки рипер автоматически создает кроссфэйды Вот это граница панч-ин А конец врезки — это панч-аут Это сделано для того, чтобы врезка звучала слитно Этот айтем постепенно затухает, а врезка постепенно нарастает Это снижает вероятность появления щелчков Этот кроссфэйд мы можем перемещать, зажав клавишу Shift Так мы можем регулировать наш панч Но вот такие автоматические кроссфэйды при записи панчи позволяют им звучать слитно Давайте посмотрим, что произойдет, если автокроссфэйд отключить Это давайте отменим Отключим автокроссфэйд И снова запишем врезку Сделаем зум Теперь кроссфэйда нет Здесь у айтема фэйдаут А тут фэйд-ин А посередине появилась точка с абсолютной тишиной То есть у нас не кроссфэйд, а фэйдаут и фэйд-ин Вот кроссфэйд Чаще всего вам потребуется автокроссфэйд при записи врезок Чтобы они звучали гладко Размер кроссфэйдов при панче определяется следующими предпочтениями Раздел проект Настройки айтемов по умолчанию Вот эта опция Автоматически создавать фэйды для новых айтемов То есть создание фэйдов каждый раз при создании айтемов Например, когда мы записываем что-то или разрезаем Уменьшим зум И разрежем вот здесь В месте разреза автоматически создается фэйд-аут и фэйд-ин И длина этих фэйдов соответствует вот этому значению По умолчанию она составляет 10 миллисекунд Но мы можем это изменить Поставим 100 Разрежем И теперь длина фэйда аут и фэйда ин 100 миллисекунд То есть мы можем менять это вот здесь Но эта опция также работает и с панчами Если мы снова сделаем панч с этой установкой в 100 миллисекунд Длина этого кроссфэйда будет 100 миллисекунд А если мы вернем как было, 10 миллисекунд И снова сделаем панч Длина этого кроссфэйда будет 100 миллисекунд То теперь длина кроссфэйда 10 миллисекунд Это настраивается вот здесь А вот здесь можно выбрать форму кривой кроссфэйда по умолчанию По умолчанию форма кривой вот такая Но можно выбрать линейную кривую Теперь сделаем панч Теперь кроссфэйд линейный Панч аут То же самое Это устанавливается вот здесь По умолчанию форма кроссфэйда вот такая А вот здесь можно установить форму фэйда ин и фэйда аут по умолчанию По умолчанию форма вот такая Но мы можем поставить, например, S-образную кривую Теперь разрежем вот здесь И здесь Сделаем зум Вот фэйда аут И вот фэйд ин И у них S-образная форма Это мы назначили в окне Preferences Вот здесь И длина этой кривой установлена здесь Но если мы хотим, чтобы в точках разреза создавались кроссфэйды То это устанавливается здесь Накладывать айтемы с созданием кроссфэйда при разрезке И длина этого кроссфэйда устанавливается здесь По умолчанию она составляет 10 миллисекунд Теперь если мы разрежем айтем Вот тут Появился кроссфэйд Вместо фэйда ин и фэйда аут У нас появляются кроссфэйды Потому что так мы назначили вот здесь И длина кроссфэйдов 10 миллисекунд Мы можем поставить 100 миллисекунд Теперь разрежем вот здесь И появился кроссфэйд С длиной в 100 миллисекунд Можем перемещать его Это выбрано вот здесь Но вернем настройки по умолчанию 10 миллисекунд И выключим эту опцию Теперь каждый раз при разрезке айтемов Будут создаваться фэйд ин и фэйда аут Вот так Вернем кривые по умолчанию Еще хочу показать вам несколько действий Первое действие Меняет форма кривых всех входных фэйдов В данный момент форма кривой фэйда ин S-образная Но допустим я хочу изменить формы всех входных фэйдов на этом треке Я выделяю их все двойным щелчком по треку И захожу в меню действия Подробнее о действиях я расскажу в отдельном уроке Введем фэйд в фильтре И вот список всех связанных с фэйдами действий Нам нужно вот это Перебрать формы фэйдов ин Нажимаем run Кривая фэйда ин изменилась И поскольку весь трек выделен То формы кривых всех входных фэйдов этого трека изменились Перейдем сюда Тут тоже поменялось Снова все их выделим И снова запустим это действие И вот так мы можем перебирать по порядку формы кривых до тех пор Пока не найдем устраивающую нас Оставим вот эту То же самое можно сделать и с фэйдами аут Вот это действие И начинаем перебирать Кривая меняется Оставим вот эту Это удобно, когда нужно изменить кривые сразу всех входных и выходных фэйдов Есть еще одно действие с фэйдами Создавать фэйд перед курсором И создавать фэйд после курсора Давайте покажу Допустим, нам нужен фэйд вплоть до этого места Но мы не хотим это делать вот так Например, мы находимся очень далеко от края айтема, вот тут И перетаскивать айтем для нас не вариант Тогда мы просто кликаем в нужном месте И запускаем это действие Нажимаем run И создается фэйд до положения курсора То же самое и с другим концом айтема Допустим, мы вот так далеко от края айтема И нам нужен фэйд от этой точки и до самого конца айтема Кликаем здесь И запускаем вот это действие И появился фэйд от данной точки до самого конца И затем мы можем его отрегулировать Вот несколько действий, работающих с фэйдами Вот что такое кроссфэйды и фэйды в Reaper Поехали дальше Субтитры сделал DimaTorzok